А теперь поговорим о финансах. Курс рубля упал к отметке 64 рубля за доллар. Снижение котировок нефти и президентские выборы в США будут оказывать на рубль ощутимое давление. Причины такого поведения нам объяснит наш финансовый аналитик Александр Марусинин. Позже я передам ему слово, а пока по традиции курса валют на 8 ноября. Итак, американский доллар к рублю вырос на 41 копейку и его торгуют по 63 рубля 91 копейки. Евро также в цене вырос и разница составила 9 копеек. Его цена 70 рублей 69 копеек. Ну а теперь слово Александру Марусинину. Александр, здравствуйте. Ждем от вас подробная информация о ситуации на валютных и сырьевых рынках. Здравствуйте. По итогам прошлой короткой недели российский фондовый индекс ММВБ снизился на 1%, закончив торги четверга на отметке 1 963 пункта. Нефть марки Brent упала на 9,5%, остановившись в районе 45 долларов 60 центов за баррель. Золото к закрытию пятницы прибавило 3%, закрывшись выше уровня 1300 долларов за тройскую унцию. Доллар за четыре торговые сессии поднялся на 1,3% до 63 рублей 75 копеек, а евро прибавил чуть более 2,7%, закончив торги четверга на отметке 70 рублей 70 копеек. Всю прошедшую неделю рынок энергоносителей находился под давлением. В начале недели негативным фактором для цен на нефть стало отсутствие результата встречи представителей ОПЕК и стран, не входящих в организацию. Инвесторы ждали подвижек. Вопросе квот для стран, входящих в картель, а также присоединение независимых игроков к соглашению о заморозке добычи нефти. Однако результатом встречи стал отказ части производителей присоединиться к соглашению. В дальнейшем негативы на рынок добавили данные по запасам нефти и нефтепродуктов США. Безопасы нефти выросли более чем на 14 миллионов баррелей. Таким образом, на прошедшей неделе медведям удалось сохранить инициативу в своих руках. А в пятницу продавцы опустили цену на черное золото к поддержке в районе 45 долларов за баррель. В начале прошедшей недели российскому фондовому рынку удалось игнорировать негативный внешний фон, где к провалу на рынке энергоносителей добавилось снижение европейских и американских площадок. Однако индексу ММВБ так и не удалось удержаться вблизи важного уровня 2000 пунктов. В среду на фоне резкого снижения цен на нефть продажи возобладали, в результате чего рост первых двух сессий был полностью компенсирован и к закрытию среды индекс ММВБ ушел на отрицательную территорию относительно уровней закрытия прошлой недели. В четверг индекс продолжил снижение. Из акций, пожалуй, стоит выделить бумаги Аэрофлота, которые продолжают настойчиво покорять новые максимумы. В начале прошедшей недели бумаге удалось преодолеть сопротивление на уровне 130 рублей и продолжить восходящую тенденцию. А вот российскому рублю не удалось проигнорировать снижение цен на нефть, в результате чего на прошедшей неделе он понес потери как по отношению к доллару, так и по отношению к евро. При этом американской валюте после месячной консолидации между уровнями 62 и 63,5 рубля удалось пробить ее верхнюю границу. В случае, если доллару удастся закрепиться выше уровня 63,5 рубля, это будет говорить о выходе из консолидации и возможности дальнейшего роста. При этом ближайшей целью для американской валюты может выступить сопротивление, расположенное на уровне 65 рублей. Ваш индивидуальный способ достижения цели.